Здарова народ, попали на мой канал Дядя Никит, сегодня с вами будет новый интересный видеоролик пацаны, это обзор события новых игроков звёздного абонемента пацаны, смотрите на этих классные карточки и как их можно получить, где можно купить, что с ними сделать и вообще давайте обозрим эти карточки, я выскажу своё мнение и кого бы я хотел получить в основной свой состав FIFA Mobile 21, давайте начнём с вас стабильная подписочка и лайчок, мы поехали. Давайте переместимся в звёздный абонемент и точнее давайте сначала обозрим этих игроков, это Брэдвэй, Делихт и Жека, надеюсь можно его так назвать, Жека, у двоих 6 ранг и у Делихта 9 ранг, ну и рейтинг у него повыше, Легенда Барселоны, почти Легенда Аякса и Жека, просто Жека. Я считаю их без доната получить невозможно, только купя либо их на рынке, либо как-то что-то он должно повезти, первый игрок, о котором будем обозревать это Жека, играют он в Лиле, Лига 1, Португалия, стал чемпионом Франции, ну и давайте посмотрим его статы. Статы в принципе неплохие, но сразу скажу, потому что я бы его не стал бы себе получать, игрок в целом хороший, неплохой, очень быстрый, очень с хорошим видением поля, с хорошим ударом, пасом, в принципе тема должна обладать центральный полузащитник. Но лично он мне не вписывается в состав, потому что у него очень плохой особый талант, он позер, то есть он позер Брау Старс, пацаны, да, ну и мне не нравится его финт, пацаны, и рейтинг, ну то есть условно, да, там, да и плюс усилялочка длинный пассей, у меня в команде в основном составе этого нету, поэтому я бы его себе бы не взял, ну а вам бы я посоветовал средний хороший состав Франции, либо там просто, когда вы будете там фул собирать Португалию, его можно в принципе поставить в состав, он очень хорошо вписывается в любой состав, потому что он и звездного абонемента, плюс из французской лиги, так еще и с Португалией, можно как хотите его коннектить, поэтому пацаны, перемещаемся к следующему футболисту, этого футболиста я бы не хотел себе в состав, серьезно. Следующий футболист, пацаны, это легенда моего детства, это легенда Барселоны, легенда всего футбола в истории, это Мартин Бритвейт, пацаны, хорошая на самом деле карточка, если без рофла, то карточка реально симпатичная, хорошая, с хорошим рейтингом, с хорошим, кстати, усилением навыков, второй нападающий, ну и с шестым рангом, пацаны. Пацаны, быстрый, с хорошим ударом, завершением, многие статы 100+, выбор позиций, скорость удара, то есть этот игрок хорошо впишется тем людям, кто собирает либо фулл барсу, либо же просто играет на одного игрока, как знаете, навесами, закидонами. Хороший игрок, хорошо играет головой, с хорошим, кстати, финтом, пацан, у него эластика, ну и он, опять же, позер, пацаны, да, также он поклоняется, пацаны, празднование, то есть поклоняется всем фанатам, ну и по росту, то есть, ну, как бы он не очень высокий, но очень цепкий, ну и в целом может за любой мяч, пацаны, цепляться. Поэтому, Мартин Брэдфорд, в принципе, я бы себе его хотел, но думаю, он бы мне тоже не писался, потому что у меня совсем другая лига и другой склад, а в целом, я бы он его советовал. В связочке с Эриксоном, я думаю, он вообще бы хорошо зашел, поэтому девяточку из десяти я поставлю, подойдет тем, у кого там какой-нибудь хороший, бюджетненький, средненький состав, но лично мне он не нужен, хотя бы за эту карточку я бы поиграл на самом-то деле. Переходим к последнему игроку на сегодня, это Делит, Мартин Делит, но у него и рейтинг карточки будет выше, я сразу, несмотря на его стат, могу сказать, что игрок хороший, я бы его получил. Да, мало того, что у него хорошее усиление, это опека, так плюс у него хороший рейтинг с девятым рангом, даже он быстро, знаете, у него скорость 110, то есть, если что, это защитник, которого можно в любой момент в конце матча выпустить в нападение, он хорошо на угловом, хорошим выбором позиций, с хорошей реакцией, опекой и подкатом, пацаны, то есть, в целом, защитник, которого можно ставить в нападение. Высокий, хорошая физическая подготовка, ну и особый талант и мощный бьет головой, поэтому, пацаны, Зидану не повезет, у него и появился конкурент. Так что, условно, эта карточка хорошая, я бы ее хотел бы получить, хорошо впишется тем, кто собирает либо фулл итальянскую лигу, либо просто голландцев, либо же просто звездный абонемент, пацаны, поэтому эту карточку я бы себе хотел получить, но это будет сделать максимально сложно, поэтому я бы советовал этого игрока, он, я думаю, точно всем должен вписаться, особенно у него рейтинг рабочей ноги, все пять, пацаны, поэтому фулл лучшая карточка защитника, пацаны, поэтому я бы ее хотел бы получить. В целом, уже как-то так закончится этот ролик, если вам понравился, то липи лайк, подписывайся на мой канал, пацаны, пишите в комментариях, кого бы хотели бы забрать из этого события, кого бы вы уже забрали, ну и за какую карточку хотели бы поиграть. С вами был Дядя Зиники, пацаны, не забывайте комментировать, подписываться, ставить лайки, ну а мы, в принципе, пацаны, заканчиваем на этом ролике, просто проявите активность, звездный абонемент, юнау, всем пока, народ, увидимся на днях, не теряйте.